Здравствуйте! Момент истины сегодня в Томске. Как мы уже говорили, в Томск приезжает комиссия от Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Прокурор Семенов, это главный прокурор Томской области, конечно, будет рассказывать, как тут все хорошо, как все тут замечательно, как он решает проблемы, да и проблем-то вообще никаких нету, благодать. Но мы сегодня расскажем и покажем те проблемы, на которые действительно комиссии из Москвы стоит обратить свое внимание. Потому что в нашем городе правит коррупция. И в прокуратуре областной, и во всех прокуратурах, и в Ленинском районе, и в Кировском районе, и в Октябрьском районе. Томск живет не по закону, не по правилам и не по конституции. Томск живет по беспределу. Одно из самых главных мест, куда прокурор Семенов приведет высокую московскую прокурорскую комиссию, будет ТГУ. Это Томский государственный университет. Здесь, можно сказать, растет будущее нашей российской науки. Так вот, я бы на месте высокой прокурорской московской комиссии спросил бы у господина Галажинского, да и у Семенова тоже можно спросить, а как тут кампус? Начали строить? Или пока еще только в проекте? Вот вы видите там замечательный, современный кампус студенческий. Вот и я его не вижу. А он уже должен был стоять. От ТГУ до этого места примерно где-то 15 минут. Ну, в общем, можно сказать, что близко. Сейчас, по новому проекту, этот кампус будет построен примерно где-то за час езды от Томского государственного университета. Удобно ли это? Ну, я не знаю. Посмотрим. Строительство до сих пор еще не началось. Это федеральный проект. Его еще задумали при губернаторе Живачкине. Это, кажется, был 18-й год или 19-й, если я не ошибаюсь. И до сих пор ничего нет. Сначала не договорились с землей. Когда-то губернатор Живачкин этому застройщику предлагал несколько сотен миллионов рублей за этот участок. Но застройщик отказался. Свои методы включил господин Семенов Александр Николаевич. И, представляете, застройщик отдал 35 гектар просто так в дар Томской области. Умеет же все-таки прокуратура договариваться с коммерсантами. А ведь могли 55 гектар взять. Вот именно столько, сколько нужно было для кампуса. Здесь, по нашим данным, скоро, возможно, вырастет торговый центр современный. А построят его, ну, к примеру, может быть, Аминов, Ренат Аминов. А что касается кампуса, что касается студентов, им придется добираться до этого современного кампуса, который даже еще не начали строить, целый час. А здесь все-таки земля нужна другим. То есть у нас земельный вопрос не решается. Решается в пользу застройщиков. Застройщики у нас рулят всем. То есть у них есть деньги, они договариваются с мэрией, мэрия предоставляет им незаконно земельные участки, удаляя сведения об применении земельных участков. И, соответственно, нарушаются права граждан. Этот беспредел продолжается уже с 2001 года. И не прекращается по сих пор. Живут по принципу бог высоко, президент далеко, а здесь хозяева вельможи, цари и помещики. Фабриковали, фальсифицировали, присылали нам ответы нелепые, просто нелепые. Следователи скрывали важные факты в Следственном комитете. В 2014 году у меня случилась трагедия в моей семье. Сосед подачи Егоров Сергей Викторович избил всю мою семью со своим другом Геворгяном и убил моего брата. Шесть лет я добивалась расследования. Здесь, в Томске, ничего не делали. Ни Следственный комитет, ни прокуратура, ни полиция. Мне помог мой представитель попасть в 2020 году, 29 января, к Бастрыкину Александру Ивановичу. Александр Иванович увидел состав преступления и троих следователей уволил во время личного приема. Я обрадовалась и думала, что сейчас, наконец-то, виновный будет наказан в смерти моего брата. Но оказалось, надо мной потерпевшей началась расправа, когда я приехала в Томск. Следователи с 5-го отдела совершили должностное преступление. Они скрыли факты преступления, что совершено преступление группой лиц. Я прямо конкретно вышла в Новосибирск на пикет и сказала о том, что меня Семенов не допускает. На прием меня отказали два раза в приеме. Хотя мое дело на контроле было, на особом демешнике сказал, что мы накажем его. Но никого не наказали. Семенов по-прежнему прокурор Томской области, а в деле Ярулиной так практически ничего и не поменялось. Прокурор Ткаченко передал дело Галины Ширьиной в МВД, где его и похоронили. После этого Ткаченко не уволили, а наоборот. Когда пришел на тот момент новый прокурор Томской области Семенов, Ткаченко он сделал своим заместителем. А уволили его Ткаченко только после того, как в 1922 году в Томске побывал генеральный прокурор Краснов. Ну вот за моей спиной здание областной прокуратуры Томской области. Именно здесь трудится господин Семенов Александр Николаевич. Но до того, как сюда попасть в 19-м году, он работал начальником управления Генеральной прокуратуры России в Северо-Кавказском административном округе. Но есть у Семенова хобби. Настоящая страсть. Это охота. Вот вы сейчас видите коллекцию ружей, которые по нашим данным есть у Александра Николаевича. Все, в общем-то, они стоят недешево. Хорошие такие марки, иностранные. Но может себе позволить. И, как нам стало известно, это-то хобби и подвело Александра Николаевича. На одной охоте он убил краснокнижные животные. А вообще-то убийство подобного животного – это уголовная статья. Но все-таки прокурор. Прокурор – не последний человек в Северо-Кавказском административном округе. Помогли ему избежать наказания. И его с понижением должности, как нам стало известно, отправили в Томск. И вот здесь, с 19-го года, Семенов Александр Николаевич трудится. Свою привычку, свою страсть, я имею в виду охоту, которая когда-то его так подвела, он не оставил до сих пор. Но, скорее всего, в выборе цели он стал гораздо осторожнее. Уважаемые члены комиссии, мы, пострадавшие томичи, просим вас, чтобы вы не обращали внимания на те отписки, которые вам будут давать Семенов и другие руководители правоохранительной системы. Мы просим, чтобы вы пригласили пострадавших томичей, которые длительное время не могут восстановить свои нарушенные права. И мы вам расскажем, как на самом деле, что творится в прокуратуре, в следственном комитете, в полиции и так далее, в судах. И вы тогда составите истинную картину того беспредела, который мы, к сожалению, без вашей помощи не сможем преодолеть. Лишилась я своей единственной квартиры, которую купила в новостроящемся доме. И при оформлении документов были допущены нарушения. А дальше все эти нарушения наваливались по типу снежного кома. Кроме того, в областном суде при оформлении документов был неправильно указан мой адрес. И решение областного суда было направлено по неправильному адресу. Приемные меня не пускали. И я получала отписки на все свои заявления. В том числе у меня имеется одна отписка от областного прокурора Семенова. Но идут отписки от его замов, которые пишут, что состава преступления нет, что все нормально, и то, что я не имею квартиры, значит, виновата я сама. Мы купили домовладение в 1997 году. Домовладение более 100 лет. И, соответственно, земельный участок принадлежал продавцам доли на праве пожизненно-наследового владения. И мы, как собственники домовладения, имели право оформить земельный участок в собственность, как все граждане Российской Федерации. Однако этого нам не позволили при Макарове чиновники мэрии, потому что у них сложилась преступная практика, когда они сформированные земельные участки делили и передавали собственникам домовладения только часть от земельного участка, а остальное забирали себе под благовидными предлогами, незаконными. Эти земельные участки потом передавались строительным компаниям, которые были подвластны, работали вместе с мэрией, а они потом мэрии делали, так сказать, подарки в виде жилых и нежилых помещений. Пришлось участвовать в голодовке вместе с другими потерпевшими. В 2017 году в канун 8 марта мы объявили голодовку. Потом мы тормознули кортеж Бастрыкина, и тогда у нас появилась лучшая надежда, что наконец-то у нас появится возможность восстановить свои права, так как Бастрыкин прислал две комиссии в Томск. И даже у меня через год, правда, после этой комиссии возбудили уголовное дело. Уголовное дело было прекращено по вине прокуроров Ткаченко и Романенко, так как в нарушении 37-й статьи о прокуратуре Ткаченко изъял мое дело, уголовное дело Следственного комитета и передал его в полицию, что вообще запрещено законом. Мне на один поставленный вопрос, мне не представили, как проводилось расследование, какие документы анализировались. Моими документами никто не интересовался. Ни денег, ни квартиры, ничего нет. И состава преступления тоже нет. Так простите, пожалуйста, кто же должен меня защитить, чтобы в конечном итоге я все-таки имела собственное жилье. Вот за мной вы видите дом, это Герцендом 9. Он признан аварийным. Вообще-то, эта постройка, этот дом построили в конце 19-го, начале 20-го века. Тут таких домов много. И город обычно за ними следил. Совсем недавно у них был капитальный ремонт. Тут был мэр, тут был губернатор. Говорил, как хорошо все они сделали. И вдруг, в конце 23-го года, эти дома по улице Герцена 9 и Белинск 18 признают аварийными. Наше мнение такое, что, во-первых, нас не спросили и решили это без нас. Наше такое мнение. И признали его без нас. И кто-то его обследовал, спросите любого. Никто, никого мы не видели. Вот госпожа Бутулина в своем телеграмме пишет, это общественник Томской области, что в конце 23-го года, постановлением администрации города Томска номер 10-59, дома по улице Герцена 9 и Белинск 18, еще несколько домов признаны аварийными на основании экспертизы ООО Томский и ООО НПО «Стройэксперт». Сколько туда денег вбухано, а сейчас они оказываются аварийными. Вот жильцы по улице Войково действительно, можно сказать, живут в аварийных условиях. Вот они бы с удовольствием переселились бы в хорошие комфортабельные квартиры, которые совсем рядом с ЖК Войков строит господин Аминов. Есть одна проблема в Томске, особенно в центре. Земля под застройку заканчивается, а спрос на жилье есть. И у жильцов есть такое подозрение, что скоро их просто попросят по суду или как-то другими методами попросят выселиться отсюда. А здесь когда-нибудь возвысится какой-нибудь вот такой вот замечательный высотный дом. Кто будет застройщиком? На самом деле застройщиков в Томске не так много, крупных таких, которые могут себе позволить строить высотные дома в Томске. Хорошее жилье. По нашим данным, это, скорее всего, будет Ренат Аминов. Но может быть, кто-то и другой застройщик, связанный с Аминовым. Но Ренат Аминов в городе Томске – это один из крупнейших застройщиков. И по какому-то случайному стечению обстоятельств хорошие места попадают именно ему. Вот сюда нужно пригласить высокую комиссию прокурорскую из Москвы. Вот пусть они посмотрят, пусть они послушают жителей Томска. А не те сказки, которые им будет рассказывать прокурор Семенов. В Томске когда-то было очень много заводов. Ну, тут была очень развита промышленность. Заводы в данный момент сейчас не работают. А на месте, где когда-то стояли заводы, сейчас выросли жилищные комплексы. И построил их Аминов. Николай Патрушев, который совсем недавно посетил Томск, говорил о восстановлении собственной промышленности. Но как ее восстанавливать, если на месте заводов застройщик Ренат Аминов построил жилищные комплексы, вместо того, чтобы восстановить эти предприятия? Застройщики у нас получают землю под заводами, которыми у нас город славился, и которые были все разрушены. И фактически сейчас у нас в Томской области нет нормальных заводов. Мы живем в правом государстве, как говорит президент, но только в Томске президента не слышат. Его здесь не уважают, его здесь не почитают. И у нас здесь, в Томиче, нет никаких прав. Выходит так, что и прокурор Томской области не боится генерального прокурора Краснова, начальник следственного комитета Щукин не боится Бастрыкина, да и председатель Томского областного суда Школяр не боится ни Путина, ни Лебедева. Томским чиновникам никто и ничто не указ. И, конечно же, ту комиссию, которая приедет в Томск, московскую прокурорскую, прокурор Томской области Семенов Александр Николаевич поведет по самым лучшим местам, покажет Томскую область с самой лучшей стороны, которую вообще только можно показать. Но мы, побывав здесь всего несколько дней, знаем, что проблем здесь достаточно, и они далеки от решения. Знаете, на самом деле люди боятся, боятся говорить. У некоторых уголовное дело вот только-только прекратили. Некоторые боятся, что, не дай бог, что-нибудь найдут, к чему докопаться. И они боятся, что эти проблемы превратятся в нечто большее, в большие проблемы. И, конечно же, мы будем следить за ситуацией, и еще, я думаю, что не раз посетим Томск. А пока что, до свидания.